Антон, добрый день. Добрый день, Алисе. Скажи, пожалуйста, как изменилась работа нацполиции за время войны? Какие новые полномочия появились? Какие новые обязанности появились? Какие ограничения в работе, возможно, появились? Когда начинается война, то по всем законам всем в государстве управляет Верховный Луннокомандующий, а также командующий генеральным штабом Валерий Залужный. И на сегодняшний момент в Министерстве внутренних дел и все наши структуры работают только с одной целью – обеспечения надежного тыла вооруженных сил Украины, для того, чтобы они могли знать, что у них за спиной все в порядке. Могу сказать, что уже погибли десятки полицейских, уже погибло 30 сотрудников службы чрезвычайных ситуаций, которые погибали под снарядами, взорвались на минах, воюя за порядок и спокойствие наших горожан. Колоссальная работа сейчас легла на плечи спасателей. Такого объема работы, как есть сейчас, с тушением огромных пожаров, возникающих после ударов, крылатых ракет, снарядов, реактивных систем не было. Например, в эти минуты во Львове наши спасатели борются с огромными пожарами, которые возникли после ударов пяти крылатых ракет по промышленным предприятиям недалеко от Львовского вокзала. Вчера тушили огромный пожар на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе, поэтому им сейчас очень тяжело. Сейчас будет принято решение об увеличении в несколько раз штата взрывотехников, потому что количество мин, снарядов, которые есть на территории нашей страны, оно сейчас будет превышать, наверное, то количество, которое было выпущено в годы Второй мировой войны. Это огромная страшная работа. Вот сегодня утром говорил заместителям главы Луганской ВЦА, значит, подорвалось два тракториста, которые поехали рыть окопы для наших солдат. Наехали на мину. Один погиб, у другого оторвана нога, его сейчас спасают врачи. Национальная гвардия плечо к плечу борется вместе с вооруженными силами с врагом. Точно так же воюют сводные отряды пограничников. Также граница у нас закрыта сейчас с Россией, с Белоруссией, участка Белоруссии и в той части России, куда она отошла после того, как наши герои дали им отпор. Там работы огромное количество. Вот скажи, пожалуйста, ты уже упомянул тему разминирования. Очень важная история, потому что и президенты, и другие высокопосадовцы не раз говорили о том, что Украина сегодня стала одной из самых заминированных территорий, одной из самых загрязненных русскими снарядами, русскими боеприпасами территорий, самой опасной, собственно говоря. Скажи, пожалуйста, вот то, что касается процесса разминирования, сколько времени он будет занимать, как это все происходит, и что в это время нужно делать простым и знать, простым людям, простым украинцам, которые, собственно говоря, живут и каждый день могут соприкасаться с этим. Во-первых, на сайте Государственной службы по делам чрезвычайных ситуаций выложена карта опасных районов, в которых есть мины. Эта карта будет постоянно пополняться. Под роликом в Ютубе, который вы выложите с нашим разговором, мы одним из первых комментариев эту карту разместим, для того, чтобы все могли на нее переходить. Я ее постоянно регулирую на своем телеграм-канале «Правда Герасченко». Особо опасны это те места, на которых размещались воинские подразделения оккупантов. Они минировали вокруг себя эту территорию. Также это мины ставили наши бойцы, для того, чтобы к их подразделению могли подойти русские. Но с нашими проще, потому что у нас есть карты минных полей. Будет проще все разминировать. Я настоятельно не рекомендую этим летом, осенью грибникам ходить в леса Черниговской, Киевской и Сумской области, Харьковской области, потому что там будет очень много мин. Первая задача – это нанести на карту во всеми опасные участки. Вторая задача – это постепенно разминировать и проверить все эти леса на наличие мин. Это огромная работа, она будет продолжаться годами. Именно поэтому необходимо увеличивать штат нашей службы по делам чрезвычайных ситуаций, взрывотехникам. Сейчас около 600, на них навалилась колоссальная работа. И мы призываем сейчас снова на службу пенсионеров, потому что нельзя научить человека за неделю брать в руки мины, снаряды. Это люди с особым стальным характером, вы понимаете, потому что прикасаться к вещам, которые могут разрывать в клочья любого – это надо иметь особое мужество и смелость. Может быть, вы видели знаменитое фото, когда такие наши взрывотехники в Харькове подняли на кране до 150-килограммовую бомбу и как бы подставили свое плечо, но обошло весь интернет. То есть, поэтому у нас есть свои герои, они не в окопах, но они делают так, чтобы наши города были спокойными и разминированы. То есть, ты сказал о том, что процесс разминирования Украины займет несколько лет? Воды. Олеся, мы находили мины и снаряды, которые находились в опасной ситуации, даже времен Второй мировой, и даже Первой мировой. Прошлой осенью в Карпатах туристы развели костер. Под местом, где был костер, лежал снаряд времен Первой мировой войны, в котором было столько... Я же помню хорошо, конечно, там пострадали... Два человека, и другие были ранены. Поэтому это проклятие будет годами. И Путин после нашей победы будет еще убивать людей, и через годы. Я не хочу никого обнадеживать. Мало того, сейчас мы вместе с одной швейцарской компанией, и ДСНС ведет разработку мобильного приложения, которое будет в каждом мобильном телефоне. Оно будет привязано к геолокации. Если вы будете приходить в какую-то местность, где, возможно, есть опасность, ну, то есть в тех частях, где проходили бои, то это приложение начнет вам сигнализировать. Как вы знаете, сейчас есть приложение «Воздушная тревога». Точно так же будет приложение, которое вот эти ребята... Тут может быть опасно, пока туда не ходите. Поэтому все это очень серьезно. И сейчас очень важная большая работа – это установление всех мест, где были русские и наши части, и где могли устанавливаться мины. Вот пример еще вам приведу. Четыре дня назад я писал об этом в телеграм-канале «Правда Герасченко». Недалеко от города Бородянка электрики поехали на своей машине восстанавливать электроснабжение. Подрыв противотанковой мины. Причем мы не знаем, это могла быть мина наша или мина могла быть фашистов. То есть мы оба электрика погибли. Это надо понимать. Потому что мины ставили и наши, и эти оккупанты. Но виноваты в любом случае это Путин. В любом случае. Да, слушай, что далеко ходить. Я рассказывала эту историю, когда семья легендарного украинского композитора Игоря Поклода, которые жили в Ворзеле, которые в подвале спасались, ели вытащили их оттуда, его, его жену, тещу. И сейчас, когда город освободили, они хотели вернуться к себе домой. И там дома, вот представь себе, стоит рояль, стоят его награды, как композитора великого, гениального. Понятно, что интеллигентный дом. То есть там эти оккупанты, которые они не просто там, ну, все разбили, все засвинячили. Они, извини, пожалуйста, там просто где ели, там и срали. Потому что возле рояля там все это, да? Но они там оставили три растяжки. И если бы не волонтер Костя, который их спасал и опять поехал туда с техниками, то они бы подорвались. То есть эти твари еще и оставили после себя, они дом заминировали. Это же повсеместно. Ну, это мрази. Вот ничего другого не добавишь. Мы знаем уже случаи, когда человек погиб от того, что он открывал багажник своей машины, и в багажнике была устроена растяжка. От открытия багажника взорвалась граната, которая тогда была привязана. То есть негодяи даже хотели мстить просто мирным гражданам. Да что говорить, посмотрите на обстрел. Вчера в Харькове был обстрел, погибло 5 человек, ранено 13. Мирных жителей, обстрел градами, центр Харькова. Та ненависть, которую они к себе создали, она не забудется на ближайшие 3-4 поколения. И Путин уже проиграл, потому что он вторся в нашу страну. Мы морально победили и победим вооруженными силами. Антон, вот ты одним из первых поехал в освобожденные Бучу, Ирпень, Бородянку, Чернигов. То есть это самые-самые на сегодняшний день пострадавшие от фашистов города, места. И ты взял с собой огромную группу иностранных журналистов для того, чтобы все это показать. И, собственно говоря, при вас, тогда я помню, что вытаскивали зверски замученных 5 человек, да, где это было в Буче, кажется. Все это вы снимали, вы смотрели на это все. Журналисты иностранные, они после этого написали, каждый из них показали свои материалы. Эти материалы вышли у них в странах. Скажи, пожалуйста, вот после этого говорил ли ты с ними и какая реакция жителей этих разных стран, которые это все видят и которые на это смотрят? Значит, когда мы освободили оккупированные территории, 2-го, кажется, числа, я увидел страшную фотографию из поселка Матыжин, Макаровского района Киевской области. Это где в братской могиле в песке была закопана председатель свесовета, ее сын, ее муж, еще один человек. Еще несколько трупов было брошено в канализационные участки и так далее. Я тогда даже попросил разрешения министром Дениса Монастырского организовать массовые поездки журналистов. Потому что сразу же российская пропаганда начала рассказывать, что это все неправда, что 28 трупов, которые лежали в Буче на улицах, это все мы сами подбросили. Я собрал 4-го числа группу 70 топ-СМИ, там ведущие телеканалы мира, Европы, Америки, Австралии, Японии. Мы показали им Матыжин, эту страшную братскую могилу. Мы показали им Бучу. Также было найдено в подвале в Буче в лагере Пролисок 5 замученных украинцев. У них были связаны руки за спиной, у одного из них был разморжен прикладом череп, так что был виден мозг, извините за подробности. Остальных застрелили. И я сказал так, пусть каждый журналист зайдет в подвал. Он был маленький, темный, мы по 2-3 журналиста разрешали до спуститься. Это длилось минут 40. Каждый второй, третий выходил, у них были слезы на глазах. Они видели замученных гражданских лиц. Потом я попросил всех выйти, мы вытащили 5 тел украинцев, я их разложил и выступил перед 70 иностранными журналистами. Многие были с прямыми эфирами. Меня потом отдельные негодяи обвиняли в том, что я типа там позирую на трупах. Я не позировал на трупах. Я показывал всю боль украинского народа на то, как уничтожали наших граждан, как фашисты, вводы Второй мировой войны, русские фашисты. Дальше мы вывозили журналистов, посчитали сейчас около полутора тысяч журналистов разных медиа, мы вывозили в разные места страны. Кроме того, когда я увидел заявление Виктора Орбана, например, министра Венгрии о том, что ему нужны доказательства убийств Буча, я публично заявил, что я ищу и хочу увидеть венгерских журналистов. Я готов им все показать. Кстати, нашлись двое смелых венгерских журналистов. Я их провез в Бородянку, где были разбомблены авиации российские дома. Показал им, как вытаскивают тела украинцев из-под руин. Показал им также Бучу, где проходит эксгумация. И они написали в венгерских медиа правду, которая есть. Поэтому очень важна работа с западными медиа. Но могу сказать, что Путину на Западе не верит никто. А начинают после последних событий с крейсером Москва, мне кажется, уже и в России начинают прозревать. Кстати, знаете, кого я читаю из российских телеграм-каналов? Кроме, конечно, нашего самого хорошего товарища Александра Невзорова. Я читаю и всем рекомендую читать Стрелкова. Это тот самый террорист Стрелков Гиркин. Значит, никто так язвительно и точно не описывает все провалы российской Путина и российской военной машины. Вот, например, сегодня утром он опубликовал фотографии тонущего крейсера Москва с ехидным замечанием. Вы же нам рассказывали, что был шторм, а шторма не было. Никакого шторма не было. Корабль, как вы сами понимаете, взорвался от того, что российские матросы курили в неположенном месте. Сигареты «Нептун». Вот две. Значит, и, соответственно, вот читайте Гиркина, вдохновляйтесь и видите, насколько у них все плохо. И у нас тоже не очень хорошо, но наше дело правое, и мы победим. Антон, скажи, пожалуйста, ты начал говорить о тех зверствах, которые русские совершали и совершают в отношении украинского мирного населения. Вчера вышло, позавчера вышло интервью Димы с мэром Бучи, одно из самых пострадавших мест в этом плане, где он рассказал об ужасах, которые там творились, и о том, что как эти русские оккупанты насиловали не только женщин, не только мужчин, детей. Окей, вот ты можешь мне объяснить, что в голове у этих людей, которые на самом деле не люди, не люди, которые чистые твари, уроды. То есть что происходит вообще? Как это может быть? Потому что, ну, Путин Путин им. Но когда он отдает приказы, да, он главный преступник военный, это все понятно. Но есть же те, кто их выполняет, и есть же те, кто вот творят вот это. А кто они? Олеся, это результат чувства вседозволенности, когда командирам говорит, убивайте, и вам за это ничего не будет. Вот откуда это все берется. И после того, что не удалось за три дня взять Киев, Харьков, Сума, Чернигов и другие наши города, и когда они вдруг увидели, что весь народ воюет с ними, когда они стали бояться каждого украинца, вплоть до ребенка, который проходит мимо них и может сообщить об их позициях, на которые потом пролетят украинские снаряды, они начали убивать украинцев. Начали они с тех, кого не подозревали в том, что на них доносят. Мы имеем сейчас целый ряд аудиоперехватов, которые анализируются, и телефоны этих людей у нас зафиксированы, в том числе коммунизм в России, где они прямо признаются, что расстреляли гражданских лиц. Например, я лично слышал такой разговор, как в районе поселка Немешаево, оккупант звонит своей женушке и рассказывает, что мы расстреляли трех украинцев. Она его спрашивает, почему. Они были гражданские, вышли из лесу на наши позиции. Мы их обыскали, у них при себе ничего не было. Посмотрели телефоны, в телефонах тоже ничего не было. Потом командир говорит, мы их расстреляем, потому что если мы их отпустим, они скажут, где наши позиции. По нам найдут артиллерии. И вот сейчас, в том числе в Немешаево, после разминирования, думаю, где-то в лесу, мы найдем три тела несчастных украинцев, которых расстреляли просто потому, что они оказались ни в том месте, ни в то время. Просто потому, что они украинцы. Да, у нас сотни, сотни людей по Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской области находятся в розыске пропавшей без вести. Я не хочу обнадеживать их родственников. Скорее всего, в большинстве случаев это будет смерть. Когда мы последний раз, на прошлой неделе, вы знаете, приезжало два первых конгрессмена и сенатор Виктория. Ты же их пригласил, собственно говоря. Я ищу группу энтузиастов, скажем так, потому что мы считаем, что нужно показывать американским конгрессменам, что здесь происходит. Что вы понимали, фактически в Америке им не рекомендовали приезжать в Украину, заявляя, что здесь опасно. Опасно в стране, в которой мы живем здесь с вами. И когда я привел к Бучу, и они присутствовали при изгумации тел, я прямо просил, вот показывайте, открывайте мешки черные, показывайте, что это женщины, что это пожилые мужчины, что это люди погибшие от разрывов, осколков и так далее. А сколько пока мы ездили по дорогам Киевской области, еще было разбитых машин, которые были расстреляны, мы останавливались у некоторых из них. Я вам показывал, как легковая машина вся изрешечена пулями, на сиденьях кровь. Тела уже были, понятно, достаны оттуда, там 1-2 апреля. Это страшно. И они это все видели, мы приглашаем, пусть приезжает больше конгрессменов, парламентариев, руководителей разных стран, потому что нам нужно как можно больше помощи. В первую очередь это оружие, нам нужно очень много гаубиц, нам нужно очень много артиллерии, очень много бронетехники. Знаете, когда я читаю заявление Пентагона, что мы выделили там очередные 300 миллионов долларов, помните, это 18 гаубиц и 200 бронемашин. Мне смешно. Я вам сейчас по памяти называю, Олеся, нашим зрителям, сколько было ставлено техники в Афганистане. У меня хорошая память, внимание, можете записывать. 40 тысяч было ставлено пикапов, 8 тысяч грузовиков в Афганистане, 22 тысячи хаммеров. 360 тысяч автоматов, порядка 16 тысяч приборов ночного видения, 163 тысячи раций, это сейчас, которые у нас тут днем с огнем не сыщешь, чтобы понимать масштаб. Несколько десятков боевых вертолетов, несколько десятков боевых самолетов, огромное количество оружия, пушек было штук 500, бронетранспортеров по тысячу. Так Соединенные Штаты и армия Афганистана, они там с кем воевали? С талибами, у которых было что? Пикапы с гранатометами и пулеметами. Против нас выступает вторая по технической вооруженности армия мира. С полным комплектом ракет, крылатых, баллистических, самолетов, всего-всего-всего. Нам дают по чайной ложке, а еще слышали, 300 дронов нам даются каких-то там. Я зашел посмотреть технические характеристики этих дронов. Это может сделать каждый в Википедии, в Ютубе. Это дрон весом 2,6 килограмма, у которого боевая часть 100 грамм в заветчатке. И придумывание им были для того, чтобы точечно ликвидировать лидеров исламских фундаменталистов. Это смешно. Ни один бронетранспортер этот дрон российский не возьмет. Поэтому нам нужна огромная программа Ленд-Лиза, такая, как была в годы Второй мировой войны. На сегодняшний момент, посчитайте, нам дали 800 миллионов долларов Американное оружие, 300 и 100, это миллиард 200. Вот я вам называю данные из Википедии, может посвятить каждый. Значит, Соединенные Штаты Америки в ценах 2008 года поставили в Великобритании помощи за 4 года на 393 миллиарда долларов, вдумайтесь цифры, и Советскому Союзу на 190 миллиардов долларов. То есть в сумме эта помощь составляла 580 миллиардов долларов. Миллиард 100 за 3 месяца последние, да, или 4, с учетом поставок до начала войны. И 580 миллиардов долларов для борьбы с фашистской Германией. А знаете, сколько платит Европа Путину в сутки за нефтегаз? Один миллиард долларов. Евро, евро. Евро. В сутки. В сутки. Прогноз, что в этом году Путин выручит 330-350 миллионов евро в зависимости от цены продажи нефтегаза. Это мы про санкции с вами говорим? Какие санкции? Одна крылатая ракета, может быть, стоит 2 миллиона долларов. Он в день получает денег, чтобы сделать 500 таких ракет. 500. Потом запрет на SWIFT, о котором так все много говорят. Запрет введен для 8 банков российских. А банков России, знаете, сколькоались? 450. То есть если у вас был счет в одном из банков, которым запретили расчеты в SWIFT, вы открываете счет в другом банке и делаете, что хотите. Единственные санкции, которые могут быть настоящие, это полный запрет торговли с Путиным. И экспорта и импорта. Мы надеемся, что Запад к этому придет. Других путей нет. С ним не может быть никаких отношений. Просто никаких. Так как с Северной Кореей. Антон, вот с начала войны тебя читает не только вся Украина, тебя читает весь мир. Потому что ты создал канал в Телеграме «Правда Гераченко», о котором ты уже упоминал. Там уже огромное количество подписчиков. Ты сделал англоязычные версии. Ты ведешь огромную работу в своем Ютубе, в других соцсетях. И действительно, ты одним из первых, а часто самым первым, даешь очень много информации эксклюзивной. И о том, что происходит на фронте. И о взрывах. И о других каких-то очень важных военных историях. Но при этом часто в соцсетях говорят о том, что вот раз ты первый даешь, ты где-то там огонь скорректировал, еще что-то. То есть какая-то критика от кого-то раздается. Вот как ты на это реагируешь и что ты на это скажешь? Смотрите, я очень много вообще-то не публикую, то, что я получаю первым. У меня, например, сегодня были в числе первых все там видео, фото, куда попали ракеты во Львове, допустим. Но я, естественно, этого не публикую. Значит, естественно, меня очень многие не любят. Как в Украине, так и за рубежом. На меня еще в 2017 году было два покушения, организованные российскими спецслужбами. Слава Богу, в тот момент Боженька благословил. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Есть уже многие люди после отхода русских от Киева, они занялись, так сказать, снова политиканством и так далее. Поэтому, конечно, мне нравится, что у меня телеграм-канал, в котором подписано 500 с чем-то тысяч человек. Ютуб за месяц 150 тысяч подписчиков или Твиттер на английском языке. И читают меня сенаторы, конгрессмены. Но я скажу одно. Я вместе с вами, Олеся, работаю на народ Украины, на государство Украины. Чтобы мы сохранили независимость и сделали Украину сильным, процветающим государством. Поэтому пусть собаки лают. Наш с вами караван будет идти. И мы будем помогать президенту во всех его добрых, хороших делах, начинаниях. И поможем президенту Украину Владимиру Зеленскому защитить Украину. А то, что кто-то гавкает, ну пускай гавкает. Нам они не важны. Скажи, пожалуйста, сколько военных преступлений уже собрано и зафиксировано МВД? И какие населенные пункты пострадали больше всего? Значит, во-первых, хочу сказать следующее. В преступлении только началась их фиксация. Потому что основное количество преступлений мы будем выяснять после освобождения оккупированных территорий. Например, очень много говорится про сексуальное насилие в отношении женщин, там, мужчин, там, далее. Ну, в первую очередь, женщин, конечно. Я вывез специально журналистов Би-Би-Си, показать историю в городе Макарове, где изнасиловали и зарезали, просто перерезали буквально в смысле горло. Подруги моих, у меня есть хорошая знакомая, у нее подруга была, да, женщина. И вот изнасиловали, убили в собственном доме теченица, закопали во дворе. Для того, чтобы тоже весь мир это видел. Значит, но очень многие женщины, кто стали живы, они не хотят сообщать о том, что они были изнасилованы. Я их понимаю прекрасно. Они просто не хотят об этом вспоминать, об этом ужасе, который они пережили. Я отношусь к этому с пониманием. Значит, для того, чтобы фиксировать военное преступление, фактически, военное преступление – это каждая разрушенная квартира, каждый разрушенный дом. Я был уже много раз в Бородянке с журналистами, я туда привозил, кстати, знаете кого? Фильм смотрели, такой карточный домик. Его сценарист и автор идеи – Бо Уильяман. Мы с ним подружились, и он сейчас снимает фильм для Netflix. Этот фильм, я думаю, посмотрит 300-400 миллионов людей, потому что это очень талантливый режиссер. Я ему это показывал, да. Так вот, стоят дома без окон, без дверей. Каждый выбитая дверь, каждый украденный телевизор – это военное преступление, это грабеж. Для того, чтобы это фиксировать лучше, американская компания «Аксон» вместе с компанией «Banish GPS» передали Украине в дар 6 тысяч нагрудных видеокамер, видеорегистраторов на сумму 4 миллиона долларов. И сейчас мы их все раздали следователям по всем регионам Украины, для того, чтобы мы могли быстро фиксировать преступления. Мало того, я выдвинул такую идею. А давайте мы все видео, это будут миллионы часов видеозаписи, когда следователи заходят в дом, и потерпевшие. Вот тут стоял телевизор, вот тут стояла микроволновая печка, вот тут стиральная машина прислала, вот тут была собачья будка, которую разрушили, украли. И вот мы эти миллионы часов записей возьмем и выложим в интернет. Там, где это не касается сексуальных насилий, вот это весь грабеж, руины и так далее. И пусть это все висит. Вы знаете, как вот при Ющенко собирали свидетельства про Голодомор, там письменное, все остальное. Вот мы возьмем, все это выложим. И пусть историки будущего даже через 200 лет будут заходить в облачные хранилищики. Вот он, Бородянка, вот он, дом номер такой-то по улице Центральной, разрушен, сколько-то трупов и так далее. Вот все смотрят. И я уверен, что мы это сделаем. Технические возможности для этого есть. А количество преступлений, оно измеряется уже десятками тысяч. Каждая загубленная жизнь, каждое ранение нашего солдата или гражданского лица, каждый разграбленный дом, каждая разграбленная квартира. Это все военное преступление против нашей страны, за которое им придется подонкам заплатить. Кроме того, могу сказать, я был в субботу в Днепре, встречался там с местным бизнес-клубом, потом поехал в больницу Мечникова и зашел в реанимацию с разрешением врачебного коллектива. Это страшно. Лежат молодые ребята, без рук, без ног. Парень 18 лет, у него пуля прошла из одного уха в другое. Значит, только в больнице Мечникова 70 человек прошло за полтора месяца, которые стали ампутантами. У некоторых нет лиц. Это страшное фото, я специально попросил их не дать. Потому что я веду сейчас переговоры вместе с командой благотворительного фонда «Лазарь» и благотворительного фонда «Редлайн» с западными компаниями, которым мы предлагаем, чтобы они на себя взяли бесплатно лечение наших ампутантов. Современный протез ножной стоит 50-60 тысяч евро. Ручной примерно точно так же. Вот уже американский фонд согласился 100 наших ребят, кто потерял руки, пересадить 100 рук с учетом того, что будут оплачивать поездку в Америку, проживание в Америке, реабилитацию и так далее. Нам понадобится огромная помощь Запада, сложнейшие операции, в том числе пластические. Ну, я вам скажу, Алексей, вам лучше такие фотографии, которые у меня есть, лучше не видеть. Когда стоишь рядом с человеком, у которого обгорело все лицо, например, и он жив, он будет жить дальше, но ему надо делать новое лицо. У него остались глаза под веками, которые сгорели, но ему надо делать новое лицо. И такая операция может стоить 200 тысяч долларов. Мы будем находить для этого и благотворители, и средства, потому что мы все с вами обязаны тем, кто защищает Украину, погибая при этом, теряя все свое здоровье, теряя свой внешний облик. Одна из самых обсуждаемых тем последних дней – это задержание Медведчука, задержание его СБУ. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, насколько его показания могут быть важными, насколько возможно из него их достать, и насколько напрягается по этому поводу Путин, его родственник и патрон? Я думаю, что Путин давно не напрягается по поводу таких мелких вопросов, как брос Медведчука. Если бы Медведчук был бы ему настолько ценный, то Путин нашел бы способа его вывести в Российскую Федерацию. У меня такое впечатление, что Медведчук не сильно хотел сам туда попасть, потому что занимался здесь разворовыванием огромных сумм, которые выдавались на подрыв нашей страны. А другому подонку надо напрягать, это Киеве. Потому что Киева, я это точно знаю, он брал русские деньги у Медведчука. Он занимался созданием таких себе боевых отрядов, типа прорусских, которые должны были партизанить, или выходить встречать русские войска, заниматься диверсиями. Сейчас он сидит в Москве. Он украл десятки миллионов долларов русских. Его место в следственных изоляторах в Москве. Пусть он там рассказывает, как он разворовал российские деньги, и почему здесь никто не встречал русских с цветами. Это была его задача. Действительно Медведчука. А я бы не повеличивал его значение для Путина. Потому что Путин, он уважает сильных. Медведчук оказался слабаком. Он просто зарабатывал на Путине. Он покупал яхты за 200 миллионов долларов, вы знаете. Покупал шикарную недвижимость в Украине и за рубежом. Сейчас она ему не пригодится. У него теперь будет одна недвижимость. Это аренда камеры 3 квадратных метра. Скажи, но что-то ценное он может рассказывать? Я уверен, что он знает, какие отдавались указания русскими для того, чтобы вкладывать деньги в подрыв Украины, в то, чтобы здесь была пятая колонна, чтобы здесь была фракция, в которой были люди, которые принимали решения в пользу русских, а не в пользу Украины. С другой стороны, вся его деятельность вообще-то на ладони. Он занимался здесь информационным шантажом. Он за русские деньги купил 3 телеканала, которые постоянно занимались критикой власти и внедрением российских нарративов в наше информационное поле. Я полностью разделяю, поддерживаю решения президента, когда год назад эти каналы были закрыты. Скажи, пожалуйста, раньше ты говорила о том, что МВД заблокировало вывод активов почти 7 тысяч пророссийских компаний и хардшоров. После международных расследований они будут национализированы. На каком этапе сегодня процесс этот? Во-первых, хочу сказать, что принят уже закон Украины про конфискацию всех активов юридических лиц российских. Сейчас очень важен вопрос, как его реализовать. Вы знаете, что у нас в стране очень часто строгость законов компенсируется их невыполнением. Насколько я понимаю, поручено Минюсту, Назыка заниматься вопросами ареста в управлении этих активов. Я не готов сейчас сказать, потому что я не могу все знать в нашей стране, но думаю, что необходимо и президенту вынести этот вопрос на ближайшее РНБО относительно того, как это решение реализуется. В Украине огромное количество объектов собственности российской. Это очень крупные компании, у которых есть российские акционеры. То есть, если мы принять, сказали А, то надо говорить и Б. А это означает, что необходимо наладить прозрачную процедуру управления интиментами. Они же теперь государственные. Соответственно, государство Украины должно получать прибыль. Народ Украины должен получать прибыль. И для хозяйственной деятельности должна быть польза для обороны страны, а потом польза для восстановления экономики и затраты денег на пенсии, на социальные пособия и на реабилитацию тысяч наших раненых, а также на огромные компенсации погибшим, семьям погибших. На днях в Курской области был обстрел пункта пропуска. Ты сразу же отреагировал и назвал это очередной провокацией по методичке Путина. Скажи, пожалуйста, вот к чему готовятся русские? Значит, рассказываю. Первый, вы знаете, план, что три дня и Украина должна была сдаться. Ну, максимум пять. Ни на что другое план этот не был рассчитан. Мы это знаем уже из всех источников. Они шли, у них были сухпайки на пять дней максимум. То есть, никто не готовился к длительной войне. Второе, когда они увидели, что война будет настоящая, Путин принял решение, во-первых, отозвать призывников, потому что поднялась большая волна недовольствия тем, что 18-20-летние ребята были призваны в Украину. Помните, мы еще делали брифинг с ребятами 18-19 лет. Они говорят, что нас тут нет, а мы тут есть. Значит, призывников отозвали, обескуя частично российскую армию. Тогда они решили сделать ставку на наемников. По всей России пошли объявления. Даем 100 тысяч рублей, это там что-то около 1000 долларов, если вы идете наемникам в Украину. И 2000 долларов, если идешь на передний край. Я точно знаю, по данным разведки, что для Приднестровья, российского анклава Молдавии, ставили задачу 15 тысяч наемников. Знаете, сколько пришло? Ноль. Никто не пришел. Никто. Точно так же они пытались вербовать абхазов, своих союзников, южно-осетинцев. Из Южной Осетии приехало какое-то там подразделение, побыло тут три дня, собралось и уехало. Это абсолютный факт, общеизвестный факт. Никто не хочет умирать за Бредни Путина. Поэтому сегодня мы заметили нарратив такой, что они заявляют про то, что необходимо делать мобилизацию. Уже в студии пропагандистов, у Скобеева, у Слобьева проскакивает ситуация, что нам нужно делать мобилизацию. Почему? Армия России по статистике это миллион сто тысяч человек. Но сухопутные силы это 200 тысяч. У них очень много людей задействованы были во флоте, но после гибели крейсера Москва уже поменьше, там во флоте служат значительно поменьше, человек на 300-400. Огромное количество задействовано на всяких атомных подводных лодках, самолетах, то есть сухопутных сил. У них уже по данным Пентагона 25, а я думаю уже 30-35 процентов выбят просто раненые, отказники, те, кто не хотят служить и так далее. Второе, у них же не война, а спецоперация. И контрактник по закону имеет право у них отказаться от контракта, если это не война. Была бы война, не имел бы права отказаться. А так, у них же спецоперации, войны нет. И там массово пишут заявление об отказе служить. Развардия, которая должна была быть на подхвате, вы видели, я писал, другие писали. 11 человек в Краснодаре прямо заявили, что они не хотят больше служить в Развардии и так далее. Поэтому сегодня у них вопрос, где брать человеческий потенциал. Но благодаря тому, что с самого начала украинская киберармия и целая группа телеграм-каналов, рекламных изданий, начала показывать оторванные руки, ноги, головы, то в России им хочется говорить, ура, ура, давайте бить украинцев, сидя у телевизора. А вот приезжать сюда, попадать под наши грады, артиллерию и наших снайперов, желания особого нет. Поэтому чем больше будет похоронок Российской Федерации, сегодня по данным Генштаба уже 20 тысяч погибших русских, чем больше похоронок инвалидов без рук, без ног русских, тем это лучше. Скажи, пожалуйста, мне рассказывали, что сейчас очень много срочников из Крыма они призывают для специфических заданий. Что они делают? Они должны собирать останки русских и тела русских для того, чтобы сжигать их в крематориях. Для чего? Чтобы не выплачивать компенсации русским семьям. И, собственно говоря, Путин не хочет платить за это пушечное мясо. Это правда? Значит, правда в том, что русские настолько, ну, знаете, как говорят, русские своих не бросают. Не то, что не бросают, они их забывают тупо. Вот тех же двух конгрессменов, которых я привозил в Украину с группой энтузиастов, я привез по дороге из села Стоемка. Кстати, всем рекомендую. Там под открытым небом музей разбитой российской бронетехники. Там несколько танков, до десятка в связи с бронетехниками. Так вот, в одном из подбитых и сожженных БМП там лежит русский труп. Вот русский труп. Они месяц контролировали эту территорию, и они даже не достали из БМП сожженный труп. Вот он там обугленный абсолютно скелет человека, он даже не воняет, да? Вот он там лежит. Вот как? Мало того, я шел по улице Буча 4 апреля, когда привозил туда группу иностранных журналистов, смотрю, лежит сапог военный. Подхожу, это не просто сапог. Это из сапога торчит кость. Там нога. Это была оторванная ступня человека, русского. Я назвал тогда публикацию, у меня в телеграм-канале «Кусочек Орка». Они настолько идиоты, они месяц контролировали Бучу, они ходили по улицам. Хоть чтобы вы понимали, тела украинцев расстрелянных лежали там три недели минимум. Они их даже не собрали. То есть командир этого подразделения, которое оккупировал Бучу, он даже не дал команду четырем солдатам выкопать яму и туда сложить тела погибших украинцев. Кстати, фактически, если бы они это сделали, то не было бы тех самых страшных кадров, которые так возмутили мировую общественность. Ну, понятно, и украинцев тоже. Вот так. Нелюди, просто нелюди. Звери. Поэтому я не исключаю, что они просто наплевательски относятся к телам своих солдат. И сейчас же растет недовольство среди матерей России. Понятно? Нет, а где наши сыновья? Я даже вот когда сфотографировал вот этого вот обожженного орка, который лежит в БМП, и написал, давайте поможем найти родителям, кто он. Помогите установить, что это было за подразделение в районе Бучи разбито. Потому что у него же есть мама, папа, может, жена есть, там дети. Почему он труп лежит? Мало бы. Мы его тоже не убираем, он как раритет. Все фотографируются с ним на память. Кстати, надо будет все-таки поднять, кто это. Будет интересно. Потому что с ним уже сделали, наверное, тысяч 50 фотографий с этим сожженным орком. Скажи, но это правда, что Путин еще и компенсацию не хочет выплачивать и скрывает всячески под видом пропавших без вести тех, кто погиб здесь русских? Ну, я не исключаю, что это так и есть. Честно, вот конкретно этим вопросом не занимался, не интересовался. Но посмотрите, что они делают с крейсером Москва. Сначала заявляли, что там был пожар, что там взрыв боекомплекта, потом что при буксировке в штурм. Появились фотографии, оказывается, никакого штурма не было. Сейчас они уже прекрасно поняли, что скрывать не удастся и что этот крейсер был подбит украинцами. Соответственно, дальше что происходит? Ну, мы написали, что погиб, видимо, весь экипаж. Экипаж там был 500 человек. Они показали на видео, где-то стоит 100 коллег, и то мы не понимали, с этого крейсера или не с этого крейсера. Поэтому они пытаются скрывать свои потери, это не получится. Но, знаете, это даже хорошо, потому что русские, которые опутаны по рукам и ногам российской пропагандой, они вот в таких вот ярких случаях, как с гибелью крейсера «Москва», который флагман Черноморского флота, самый мощный корабль, то они вдруг начинают понять, что их на-ё-бы-ва-ют. А вчера я заявил прямо, что сейчас команда Черноморского флота запретила выход кораблей из Севастопольской бухты. Потому что если их самый мощный крейсер с суперсистемой радиолокаторов противовоздушной обороны подбит, то что говорить с остальными лоханками? Всё. Они больше не могут ни десантные операции разрабатывать. Десантный корабль у них один уничтожен был в Бердянске, ещё два там были повреждены, всё. Черноморского флота, как боевой единицы, серьёзно, не существует. Наступательных действий десантных операций не провести, не могут. Вот так. Антон, скажи, а правда, что сейчас в российской армии участились случаи самопокалечивания, то есть там самое распространённое себе в ногу эти русские солдаты стреляют, и дезертирство? Конечно. Так как я опубликовал уже больше двухсот разговоров перехватов российских диверсантов, вернее, всех орков, так там в каждом третьем-четвёртом разговоре рассказывают про то, как отказываются служить, кто-то просто отказывается, кто-то калечит, кто-то находит другие способы. То есть это массово. Лучше, так сказать, получить запись в трудовой книжке, что там уклонился от службы время специальной операции, им такие даже специальные записи пишут, уклонился от службы в войсках Российской Федерации время спецоперации. Да, чем прибыть домой в чёрном пакете. В лучшем случае в пакете. Некоторые же вообще не доставляют, ничего от них не остаётся. Особенно после взрывов танков, в БМП там ничего не остаётся. Горстка петла. Что Путин хочет к 9 мая показать? Ну, Путина на сегодняшний момент, как говорится, есть такая украинская пословица, хоть не съем так по надкусию, да, съесть Украину не получилось. Сейчас он хочет надкусить у нас Донбасс. Задача стоит до 9 мая окружить и выйти полностью на границе административной Луганской и Донецкой областей. Потом заявить и продать это всё российскому народу как большую победу. И, соответственно, забрать Донбасс и Херсонскую область, как типа нам нужен доступ до Крыма. Вот это вот его план 9 мая. Этот план будет провален, этого не удастся сделать благодаря героизму, огромным жертвам украинского народа, украинских воинов, но плана этого сбыться не дано. Скажи, пожалуйста, самый главный вопрос сегодня. Когда Украина победит и, соответственно, когда закончится война? Значит, война с русскими будет длиться, как война Израиля с арабами. То есть это будет процесс, который будет растянут на многие десятилетия. Понимаете? Они хотят, чтобы нас не было. И до тех пор, пока в России не появится лидер, который переключит кнопку на пульте российской пропаганды, и вместо того, чтобы говорить и обвинять украинцев во всех грехах, и скажет, что давайте мы будем дружить, ничего не получится. А ещё лучше, когда бы в России вообще был какой-нибудь переворот сознания. Когда это будет? Через год, два, три? Довряд ли. На это мог понадобиться 10-20 лет. Давайте сразу скажем, что когда-нибудь между Украиной Россией будет мир. Но на это понадобится, возможно, десятилетие. Вспомните историю Германии и Франции. Они воевали тысячу лет. У них только за 70 лет было три войны. С 1870 по 1945 год. Сейчас Франция и Германия друзья. Но это дело далёкого будущего. Пока нам надо победить, выстоять. И что сказать? Я считаю, что кроме Путина, больше всех в этой войне виноваты даже не столько его генералы, сколько все эти подонки. Соловьёв, Скобеева, Киселёв и прочие мрази. Кстати, пользуясь случаем, хочу объявить у вас в эфире, что я объявляю премию 100 тысяч рублей. Это именно столько, сколько платят российским наёмникам завоевать в Украину. Для тех, кто взломает все социальные аккаунты Соловьёва, этого подонка. И в этих социальных аккаунтах напишет изменения от имени Соловьёва с призывом «Слава Украине!». Вот я, Антон Герасченко, объявляю премию 100 тысяч рублей. Кто взломает, пишите мне в чат, в телеграм-канале. Оплата гарантирует. Прекрасная инициатива. Ты знаешь, на этом спасибо тебе большое. Спасибо вам. Слава Украине. Героям слава. Всего хорошего. Мы победим.